В новых российских регионах постепенно налаживается мирная жизнь. Однако в городах и поселках, которые находятся вблизи от линии соприкосновения, она сопряжена с риском попасть под обстрел. И чуть ли не главную роль в снабжении людей всем необходимым играют добровольцы, которые доставляют в города и деревни предметы первой необходимости. Коробки добра и горячее питание. Подробности в материале Михаила Светышева. Здесь нет электричества и водоснабжения. Сюда не могут приехать экстренные службы. Только совсем недавно в этот населенный пункт провели газ и наладили регулярную доставку питьевой воды. И по-прежнему случаются обстрелы и прилеты с сопредельной стороны. Всего в нескольких километрах проходит линия боевого соприкосновения. Сильно громко. Я испугалась, соседка испугалась. Оказывается, кассетные. Мы уже к этому привыкли. Нам не привыкать, как говорится, бывает. Вот я живу, смотрите, вот, через свадьбу. Сарай меня там. Там меня дрова пиляет. Но я утром рано не вышел, взглянул. И слышал, что рыб идет. А вот тут, это специально сюда били люди. В таких условиях люди живут почти два года. И именно им все это время добровольцы привозят горячее питание. На двоих туда? Да. Но кроме еды, местным жителям требуются и другие вещи, о которых мы в обычной жизни даже не задумываемся. Во время раздачи горячего питания добровольцы выезжают на точки кормления. К ним подходят местные жители. И делают, так скажем, заявки самого необходимого, в чем они нуждаются. И поэтому инициативу проявили добровольцы. И с каждым приездом в ротацию они что-то привозят с собой. То есть, вот эти вот там средства гигиены или еще что-то. То есть, по заказу, что они здесь не приобрести. Здесь не сходишь в магазин, чтобы купить обычную батарейку, зубную щетку или игрушку для ребенка. Привезти необходимые мелочи люди просят добровольцев. Приезжаем, когда на точку. Я начинаю спрашивать людей, что им необходимо. Вот из предметов первой необходимости. Жизненной необходимости. Мыло, влажные салфетки, памперсы. Кому что все нужно. Люди говорят, после этого оформляем, составляем заявку. Простые предметы здесь приобретают совсем другую цену. Цену человеческого внимания и помощи нуждающимся. Добровольцы работают совсем не ради славы и благодарности. Они хотят того же, что и местные жители. Скорее бы было уже тихо у нас. Михаил Светышев, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра». При поддержке телеграм-канала «Югра-солдату». Луганская Народная Республика.